Я не знаю, сколько здесь... Значит, это цена, 399 дирхан. Я думаю, здесь даже, может, 100 мл, а может, больше. Аромат, ну, если описать, я даже не знаю, как. Очень... Есть нотки арабского, но такая свежесть, легкость. Хочется быть в шапочке, в жару, 30 градусов. Народ, привет! С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. Сейчас мы снова в Джиме Молле. И сейчас будем выбирать новые масочки на наши ряшечки. Посмотрим, что Эмираты могут нам предложить в этом выборе. Ставим лайк, подписываемся. Поехали! Вот, в магазине хочется купить себе нормальную маску. Для тренировок, для ходьбы в зал. Вот, смотрим варианты. 17 дирхан. Сейчас возьмем вот такую вот масочку. Очень классный цвет. Вообще, здесь выбор очень-очень потрясающий. Еще есть варианты. Вообще, неплохо так, но это дороговато, что по 45. Значит, возьмем сейчас синюю масочку. Вот эту вот синюю масочку возьмем. Пойдем купим, распакуем и посмотрим, что за маска такая. Пошли. Ну вот, начали. Распаковываем масочку. Сейчас посмотрим, как она будет смотреться. Китайская чудо. Она маленькая. Маленькая, ну да. Что, не налезет с подтяжечками? То есть, на нашу ряшечку она не налезет, да? Ну, сейчас подожди. Ну, так я тебе скажу. Блин, а что же делать? Пойдем сдать обратно? Не, ничего там. Давай я не буду бегать, тренироваться. Короче, маска оказалась маленькая. Идем в Дейсу. Да, что вроде этого. В общем, народ, идем дальше выбирать маски. Только сейчас мы видели, что это джуниорс. Да, короче, в общем, народ, читайте, читайте, что пишут. Вот, все смотрели, выбрали, взяли. И вообще, вот, ума нету. Ну, пошли дальше, короче, в другие магазины. Вот уже, кстати, Новый год скоро близится. Поэтому еще можно не только масочку, а шапочку Деда Мороза выбрать. Ну, смотрим. Тут тоже в Эмиратах в магазине Дейсу. Очень даже популярно. И много всего есть. Ох, Мэри Крисмас. Тоже уже у порога. Вот, а я хочу шапочку себе. Я думаю, вести онлайн-уроки в шапочке Деда Мороза вот самое оно будет. Сейчас вот меряю шапочку. Как вам это будет вообще сейчас? Оп. Большая что-то шапочка на меня. Так, какую бы еще взять шапочку, чтобы померить? Ой, какие они все страшные. Ну, елки зеленые. Ну, что ж такое-то, а? Хочется быть в шапочке. В жару. 30 градусов. Что, эта шапочка? Вообще не лед, а? А если вот так вот? Так, что-то с шапочками у нас какая-то засада. Засада с шапочками. С масочками засада. Сейчас возьмем тут... Ой, с колокольчиком мне сразу не хочу. Я буду идти как Нильс, и дикие гуси будут за мной бежать. О, две шапочки. Та-дам. То есть тут шапочка в шапочке. Ну, ладно, я ради понта померю. Ну, почему она в шапочке, я не могу понять. А, тут две по цене одной. А, поэтому 10 дирхам стоит. Тут две по цене одной. Хорошо, давай сейчас сбоку вот так вот померю. Как раз будет. А ну, еще раз вот так вот. Как, ничего так? Ну, так, из всех шапочек, по-моему, самая такая шапочка. Дальше возьму вот такой вот себе рюкзачок со снеговичком. И пойдем колядовать. Хотя здесь попрошайничество запрещено. Поэтому не пойдем. Просто купим шапочку. Всем пиз. Вот уже в другом магазинчике. Масок просто туча. Туча масок. И снова очень много реально надеток. Маски, конечно, огонь. Класс, класс, класс. Вот какие-то уже на взрослых пошли. Вот такой прикольный держатель масок напоминает. Что-то из фильмов ужасов. А вот такие же маски, как мы купили. Вот надо было смотреть. Фри сайз. А мы на джуниора взяли. Ну, мне нормально. На мою ряху, может, пойдет. Так, вот еще масочки. Так, что-то не наводится. Наташкин телефон сел, а мой так не сильно хорошо снимает. Сейчас какую-то выберем и пойдем тоже возьмем. И покажем. С фильтриками. Самая основная толпа масок, конечно же, здесь. Вот их сколько-то защита наше все. А потом видим, что Новый год и зима таки близятся, поскольку перчатки и шапочки. Вот, из всех масок остановились на синенькой, снова синенькой за 6 дирхам. Вообще, копейки стоят по сравнению с другими масками. Сейчас пойдем и примерим. Вот, уже взяли масочку. Сейчас надрываем. Посмотрим, какая это. О, колечка открывается. О, симпатичная как. Ну, по-моему, тоже. Ну, давай. Не, смотри, вообще класс. Посмотри, всю ряшку закрыла. Отлично. Ряшка? Не у Наташки. В общем, отлично. С масками определились. У нас две маски, которые, похоже, нам нафиг не надо. Так что остаемся в медицинской. Все, друзья, мы идем на шопинг. Вот мы в прекрасном магазине Arabian Wood. Здесь арабские масла, духи, туалетная вода. Нам запретили сначала снимать. Но потом парень видел, что я так подрастроилась. Сказал, ладно, сейчас я подумаю, отрублю интернет и разрешу вам снимать. И вот смотрите, какие красивые бутылочки здесь есть. Какие красивые оформления, запахи. Сейчас вам Наташа расскажет про это чуть побольше. Ой, ну побольше. Это духи, ну, это туалетная вода. Называется Шахерезада. Ты еще одна ночь. Оформление, конечно, безумно красивое. Я не знаю, сколько здесь. Значит, это цена 399 дирхан. Я думаю, здесь даже, может, 100 миллилитров, а может, больше. Аромат, ну, если описать, я даже не знаю, как. Очень... Есть нотки арабского, но такая свежесть, легкость. Ну, такой нежный запах. Конечно, как он еще раскроется, не знаю. Это пара. Это пара. Тоже Тысяча одна ночь. Как бы, вот написано One Thousand Nights. И Шахраяр. Это, как он сказал... Король. Король. Это кинг. Король. Да, бывший король арабов. Тоже цена такая же, 399 дирхан. Позиционируется это женский, это мужской. Но на самом деле... На самом деле... Очень нежный аромат, вот этот. Даже, может быть, он при... Ну, может, по стойкости, если сказать, что он даже стойче, как... Стойче, устойчивее просто. Устойчивее, чем Шахризада. Да, кстати, сказали, Шахризада вовсе не королева. Она та, которая рассказывает историю. Мы сказали, знаем, конечно, Тысяча одна ночь. А вот еще обращаем внимание здесь. Уд. Это ут. Это вот из всего этого прекрасного дерева. Иногда запах очень устойчивый, иногда такой мягкий. Мы делаем вот эти вот... Мы получаем эти вот духи. Смотри. Нет, его еще кладут в бахурнице, и он раскрывается ароматом. Смотрите, цена одного грамма, 38 дирхан, 16 филсов. Не знаю, как называется. Камлу-де-малаки. А вот еще, значит, давайте посмотрим, этот сколько есть цены или нет. Вот он, вот он, наверное. Вот уже 28 дирхан, села-ни-фахер. И 28. Я думаю, что это... Давай еще о духах. Вот это духи хаяти. Это тоже у них знаменитые духи арабин. Хаяти любимая, значит. Да, хаяти в жизнь. Хаяти переводится жизнь. И говорит, хаяти любимая, сладкая. Ну, когда еще там студент совсем балуется, студент, конечно, ему, ну, хаяти, ну, успокойся уже. Сладкая, вот сладкая. Сладкие хаяти. В меру сладкие. А мне нравится это с перышком, такое оформление классное. С перышком риса. С перышком. Арабские духи. Вот действительно тут, роза наверняка. Очень интересные духи, очень. Так, калемат. Калемат. Это то, что тебе больше всего понравилось? Мне сейчас больше всего понравилось. Но, к сожалению, вот есть только основной калемат, а их еще 4 вида было. И в очень красивых, в очень красивых бутылках, флаконах. Но сейчас только вот все, вот этот сток, все это старое, не считаю, 2-3 года уже неинтересно. Уже новое, новое. Но аромат потрясный. Мне нравится калемат, не знаю, как раскроется. Мадави. Говорят, что это бестселлер. Мадави. Подними бутылочку выше. О, тогда я посмотрю на виду. О, да, видно бутылочку. Мадави. Мадави, это тоже представитель Востока. Но нежный. Вот сейчас он раскрывается на блотере, но не важно. Но очень приятно пахнет. Тоже. Так. Еще одна представлена. Это я просила в аромату. Вот что это у нас. Я, честно, не помню название. Но тоже он арабский. Сейчас узнаем. Сказал, синий бутылок немножко отличаются они. Арабиан легенда. Арабская легенда. Это для женщин, а это для мужчин. То есть все серебряное здесь как ассоциируется с мужчинами, все золотое с женщинами. Ну, правильно, логично. Мне это нравится. Цена была 945,472. Ого, распродажа. Ничего так себе. 100 миллилитров, 100 миллилитров. Так. А ну, понюхаем еще раз, что это у нас такое. Ну, тоже приятный арабский. Это арабский аромат. Он мне набрызгал женский. Арабская легенда. Очень приятный аромат. Сейчас я посмотрю, что делает женщина. Пришла там женщина местная. Что она покупает? Сразу села. И сразу что-то они взвешивают. Сейчас я буду смотреть, потом вам расскажу. Потому что снимать, понятно, нельзя. Сейчас посмотрим. Магазин пока покажем вас. Вот, вам. Ну, чтобы вы понимали, там просто стоят 5 подарочных уже коробок. И духов просто немерено. И сейчас будет совершена там наверняка покупка на... Покупка века. Нет, не века, но на хорошие. Сегодняшний месяц. А идем вот сюда посмотрим. А мне сарабин, что это такое, не знаю. Харам, не знаю. Вот это я читала. Очень красивая упаковка в форме сердца. Ну, тоже, конечно, надо пробовать. Но сама подача очень красивая. И снова вот мы видим, ут продается. Ут. Ай, посмотрите, цены уже отличаются. Здесь 17, да. Здесь 42. Такой меленький-меленький. Подарочные наборчики. И вот еще вот целая куча арабских духов. Вы даже не представляете, если какое-то царство. Действительно, царство, царство. Вот арабские духи. И, конечно же, ут снова. Из чего, из какого уда сделаны. Вот уже крутые наборы. Крутые коробочки. Очень интересные. Вот и бахурница, в которую кладут ут. И получается запах. Честно скажу, мне он не нравится в большинстве своем. Напоминает такой жесткий ладан, который не успокаивает, а так наоборот. Как воздух, как ножом режешь. А вот видим уже ут более такой. Не меленький, а такое хорошее дерево. Вот. Такой магазинчик. Такой у нас обзорчик. Ну, мне, несмотря на то, что я к таким духам не очень хорошо отношусь, мне просто они не нравятся, скажем, нейтрально. Мне этот... Мне интересно, скажем так вот. Надеюсь, вам тоже. Надеюсь, мы заслужили лайк нашим обзором сегодня. Вот приобрели шахеризаду, которая Наташке понравилась. И еще 3 грамма очень вкусного такого ойла, масла. Не рассказали вам о нем, не успели просто. Вот сейчас показываем. Что же мы купили? Купили. Смотри, какая красивая упаковочка. Просто кулечек. Так, и что же мы купили? И мы купили шахеризаду. Похоже? Это у них, наверное, фирменная упаковка. Так, шахеризада. А еще мы купили 3 миллилитра духов. Боже мой, я забыла. Хору... Хору... Ты что? Сейчас, сейчас. Подождите, подождите. Тут ничего не написано. Сейчас я скажу, как называются. Потому что в спрею их уже не производят, эти ароматы. Вот, на хам. На хам. Это как... Как он объяснил? Как мелодия. Дори ми фасолюсе. Это как мелодия переводится. То есть тут тоже была красивая упаковка. Значит, духи там 3 миллилитра. Сколько? 5 миллилитров. 6 и 12. Ну, объем продается. Да, видели, когда? На подарок вообще замечательно. Такая упаковочка. Так, раз, вынули. Потом так, раз, открыли. И такая красота. Красота. Тоже фирменная упаковочка. Ого! Удачно. Арабианут. Сейчас, как так показать. Красота. Что-то сладкое, что-то вкусное будем пробовать. И это стоило сколько? 23 дирхама. Там нам скифли еще сделали. С чем-то. То есть цена была 23 дирхама из сколько-то там филсиков, копеечек. Да, за 1 грамм умножаешь на 3. Получается цена. Потом он тебе дает дискаунт. И шахризада. И на шахризаду он тоже сделал скидку. Было... Я сейчас скажу даже цену. Чек я не буду вам показывать. Но цену я скажу. Так. Значит... Все получилось. Ага, 57, 33. А шахризад? 280. Вот, 280. Так, открываем, 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 открываем. Ой, я порвала. Не умею я открывать так красиво. Сейчас. Учиться надо распаковке. Так. О, боже! Ой-ой-ой. Тут целая история. Боже, вот это вот подарок. Класс. Вот оно как открывается. Боже, какая красота, народ. Ну, это просто красиво, да? Смотрите. Когда человек такой открывает. Так, где же, где же, где же? Опа! И вот такая шахризада. Ну, это приятно, такой подарок получить. То есть, 280. Изначальная цена была 400 дирхам. А сделал он скидку 280 дирхам. По-моему, отлично. Ставьте лайки, подписывайтесь. Звоните в колокольчик. Самый главный сверху. Пока.